Доброе утро, друзья мои! Вы не поверите, вот этого гостя, вот этого гостя, я ждал 4 года. Это совершилось. Это Арчил Гамиашвили. Прошу приветствовать. С удовольствием напоминаю вам, что наш спонсор немецкая фирма Кальзер, бытовая техника 21 века, готовим мы сегодня опять вместе с Цептор. А также наш спонсор, это морепродукты из Норвегии. Вы знаете, вот ни малейших у меня не было сомнений в том, что вы должны очень хорошо готовить. То есть я не ошибся уже, да? Нет, нет, вы не ошиблись. Вы не ошиблись в том, что меня пригласили. Потому что я смотрю часто вашу передачу, я так понимаю, что вот уже который год вы должны были научиться хорошо готовить. Ну, в общем-то... Да? За эти годы, столько лет, вы должны были бы, я бы с удовольствием поел бы то, что вы приготовите. А вот что? Что я и делаю у себя в клубе. Понятно. Но, к сожалению, я не большой мастер. Ничего, нормально, хорошо. Пойдется мне открывать вам секреты всякие. Давайте. Если вам не противно. Нет, наоборот, интересно это. Тогда я ждут во всяких историях, потому что... По этому поводу я сейчас вспомнил интересный эпизод. Что-то какой-то прием у меня был. Полный зал. Очень много знакомых, интересных людей. Вдруг смотрю, Жванецкий появлялся. А у меня, да, ну я расскажу. Значит, появляется Жванецкий, а здесь уже впереди нет мест. Там в конце где-то есть место. И он его туда сажает. Он понимает вот вкус, к чему я веду. Ему нравится вкусная еда. Он быстренько... А я у микрофона стою. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он это и мне показывает. Боже мой. Вот так. И я ему микрофон. И говорю, Миша, чтобы ты знал бы то, что тебе нравится, это приготовил мой шеф-повар. А мой шеф-повар это Джонни, который семь с лишним лет работал личным поваром у Эдуарда Шеварднадзе. И тогда Миша Жванецкий, не думая ни секунды, поднимается и говорит, а почему тогда Шеварднадзе ушел от него? Раз так вкусно готовят. Класс. Так, хорошо. Раз рыба приплыла к нам из холодных и чистых вод Норвегии, мы сделаем такую семушку по-норвежски. Но сама семушка делается элементарно. Это даже у вас получится сходу. А гарнир чуть-чуть сложнее. Возьмем картошечку, грибочки, лучок и грецкие орехи. Набор, кстати, вполне грузинский. Да, да. Да? Так, режем лучок. Это не значит, что я не умею это делать. Тогда к вам вот такая просьба. Вот здесь у меня грибочки. Так. Их надо не мелко порезать и не крупно. А так вот на 5 частей примерно, скажем. Как-то вот сейчас покажу размер крупности. Ну, как-то. Да. Понял, понял. Да? И сколько штук? Хороший вопрос. Как пишут в инструкциях, достаточное количество. Так, я порежу лучок. Вообще, я должен вам сказать, что в грузинской кухне, я не знал, что это такое серьезное отношение к себе требует. Это очень интересная кухня. Это очень интересная кухня. Катя, ну, вы же знаете. Ну, вы же знаете. Вы, конечно, вы, конечно, помните. Кухня. Кухня. Так. Вот таких вот кусочек. Я даже шкурка. Я даже шкурку не снял, если вы заметили. Абсолютно. Абсолютно все по-честному, по-взрослому. Татьяна, у меня супруга очаровательная. Короче говоря, моя мама удивительно готовила. Она из княжеской фамилии Попхадзе. Дочь католикоса всей Грузии. И она видела и умела это делать. И супруга моя, Татьяна, оказалась талантливым человеком. В этом смысле тоже. И моя мама научила ее готовить. И она очень вкусно готовила. Был день, когда моя мама сказала, что Арчил говорит, больше я у вас дома готовить не буду, потому что Таня делает лучше все, чем я. И действительно это так. И гости у меня, у меня дома 10, 15, 20 человек ежедневно за столом. И я подумал, думаю, дай я такой ресторанчик делаю. Это мои гости. И так вкусно я стараюсь, чтобы готовили бы и принимали бы хорошо. Я сам немножко импровизирую сейчас. Потому что я представляю себе, что это должно быть. Но вот именно этот гарнир я делаю впервые. Иду. Так, обжариваем лук с грибочками. Чуть-чуть обжариваем. Так, смотрите. Берем вот такой вот латунчик. Укладываем туда обжаренный лучок с грибочками. Вот до первого такого розоватого цвета. Вниз. Вот так. А где вы научились этим? Что касается еды, мне казалось, что некрасиво закусывать плавленым сырком вместе с фольгой. Это некрасиво. Надо уважать себя. Невкусно, правда. Невкусно, да. А ведь можно сделать несколько телодвижений, и все это превратится в какую-то достойную у человека акцию, да? Наверное, с тех пор пошло. Я думаю, что само собой как-то. Вот, смотрите. Лучок, да? Грибочками. Красиво. Теперь мы берем орешки грецкие. Где их помололи? Вот, где их помололи. Да. Мы их посыпем вот сюда. Таким слоем. Так, теперь вот эту картошечку мы кладем. Тонким слоем. Так. Так. Вот, я всю ее выложил. Теперь сок. Черный перчик. В принципе, можно добавить какие-то специи. Еще чуть-чуть орешков сверху. Мне так кажется. И теперь мы это сейчас зальем все сливочками. Сливочками. И поставим в кайзеровский гриль. Там и духовка, и гриль, она масса функций. По поводу кайзера есть гениальный анекдот. Видимо, имеется в виду другой кайзер. Да, ну, естественно. С одной стороны Великого Александра войска стояли. Так. С той стороны стояла кайзеровская Германия. И к ногам царя упала бомба. Поручик Жевский, спасая царя, схватил эту бомбу и убежал далеко в лес. В лесу раздался взрыв. Потом тишина. Царь, Великий Государь, в окружении свиты подошел и видит живого. Ну, полуокровавленного, весь в лохмотях поручика Ржевского. Царь сказал, спасибо тебе, сын мой. Говори любое твое желание. Ржевский сказал, да нету моей желания, Великий Государь. Да говори желание. Ну, нету, да говори, когда царь наставил. Тогда Ржевский сказал, я бы хотел жениться на дочери князя Голицына. Голицына, Голицына сюда. Голицын сказал, как, Великий Государь, моя дочь, Великая Княгиня Голицын, поручик Жевский. Тогда царь сказал, генерал Жевский просит руки вашей дочери. Тогда опять, говорится, Великий Государь, ну, я понимаю, генерал, но где звание, где сословие, тогда царь сказал, князь, генерал, и мой личный друг Жевский просит руки вашей дочери. И тогда Жевский подошел к царю и на ухо сказал, Саша, да пошли они нахрен, что мы с тобой бабу не найдем. Так, теперь время рыбки. Дальше все элементарно. У меня слюни текут. Перчик уважаем? Да. Уважаем. Черный перчик. Соль. И вот этой стороной, которую мы сейчас посыпали, да, мы берем. Вот так вот. Делаем так. Делаем вот так. А теперь на вторую сторону. Немножечко солим. Боюсь, что... Это там вроде как томится, да, это вот? Да, оно так запечется должно. Я надеюсь. Что касается рыбки, сейчас мы ее перевернем, накроем крышечкой, выключим огонь и ровно через три минуты она будет готова. Так, смотрите-ка. Вот масла не было, да? Сколько из нее вышло? Сок. Ах, красавица какая. Вы довольны вот этой посудой металлической? Довольно. Она цептор не пригорает. И она пожизненная. Она... Один раз на всю жизнь можно себе такую позволить. Ешь и... О, так. Выключаем. Опа. Накрываем крышечкой. Пусть доходит. Все. Ваша сила. Как народного артиста СССР велика. Потому что я вот сейчас утираю под столба, а у меня полное ощущение, что это вы приготовите. Смирь, мои дорогие. Можно я все-таки буквально несколько слов скажу? Такой небольшой тост, если можно. Так. С огромным уважением хочу выпить за ваш талант. За ваш бизнес. За это прекрасное благородное дело, чем вы занимаетесь. И будем считать, что сегодня наше основное знакомство состоялось. И мы, друзья, спасибо, что вы пригласили к себе меня. Большое вам спасибо. Паленький, скромный подарок от наших спонсоров. От фирмы Цептер. Это достойная вещь, я вас уверяю. Очень мужская. Спасибо. Это от фирмы Кайзер, которая делает замечательные вытяжки. Спасибо вам всем большое. Пока. Спонсор программы – морепродукты из Норвегии.